всем привет блендер 281 ролик последыш пока есть время и так вот первый этаж готов готов второй этаж и даже крыша намечена есть два парапета в этом ролике давайте сделаем вот от этих дверей от второго этажа выведем наверное балкон а потом будем делать ступеньки и две колонны ну а окна уже потом поставляем на следующем ролике и так выбираем второй этаж заходим в edit mode ну а здесь вот попробуем порезать все это дело опять же английская нож выбираем сначала с кей ставим вершины вот так и попробуем здесь вот что-нибудь нарисовать не знаю возьмет нож нет так вот это вот отсюда и и вот сюда нет не хочет рисовать с кей почему так происходит ну а попробуем другим путем выбираем полигон object mode это первый этаж пардонте edit mode вот теперь попробуем вершины поставить и поставить единица и нож так а enter но рисует все нормально мы опять же к enter а теперь смотрим чтобы точно по вершинам прошлись ну смысле одна полоса у нас было так вот какая-то козявка ненужная нарисована но вот этот вот полигон вот этот давайте сделаем английскую так сначала мы включим английскую и чуть-чуть ее так вот экстрадируем и вот так все это дело вытянем вот таким вот образом можно даже сделать теперь с вот такой может бывать мячий быть балкон с балюстрадой ну а чтобы он был еще прикольней то давайте вот эти части чуть-чуть оттянем вот так вот и вот это ребро тоже выберем и вот так вот тянем так надеюсь нормально ровно и так балкон есть все выпущены займемся ступенями ступени вот это вот можно удалить они в принципе хорошие но нафиг нам не нужны вот так вот ну и опять же меньше будет всяких полигонов так пейсы долой выбираем вершины ну и давайте просто вот эту вершину так ножом опять нарисуем наверно вот так вот эту не рисует не хочет ладно схлопнем вот эту вершину схлопнем вот с этой вершиной или закроем их просто вот так вот закроем выберем через shift и ф английскую нажмем а здесь выберем вот эти вот вершины и тоже f закроем их в принципе нормально получилось так вот здесь вот что то вот эти две вершины нужно чуть-чуть подать кверху вот так как-то нормально ну а теперь заходим в object mode и добавляем add mesh добавляем можно делать с цилиндра вот с него давайте и попробуем сделать так цилиндр выбираем стройка на нампаде с помощью MOV вытягиваем вперед вот так и с помощью транспоза все это дело вот сплюснем вот это будет допустим первая ступенька и сразу ее приподнимем вот таким вот образом и S отмасштабируем ну где то вот так наверное так смотрим чтобы по балкону нормально все это дело было чуть-чуть еще ее сплюснем ну а теперь заходим в edit mode так первый этаж второй этаж можно пока закрыть и и делаем вот такую вот штукенцию выбираем полигоны жмем английское и уводим вот так E щелчок экстрадируем вот так теперь жмем опять же E убираем убираем и опять же E щелчок экстрадируем вот получились у нас вот такие вот ступеньки ну в принципе неплохо так теперь нужно лишнее я так думаю удалить удалять можно вот таким вот способом не знаю где и как но представляю себе вот такую штуку у нас вот есть тут где будет обрезка ну и давайте просто семерка на нампаде первый этаж можно включить посмотреть так это вот там будет отходить все понятно первый этаж отключаем семерка на нампаде крышу тоже можно отключить и попробуем ее порезать так английская К ну и где-то вот так вот Enter смотрим и дорезаем теперь английская К получается Enter ну вот где-то в таком духе ну и тут повторим тоже английская К и просто к вершине так это получается Enter семерка на нампаде смотрим что там снизу так семерка ну словом эксперимент опять же и теперь ставим рентген чтобы все выделилось снимаем выделение и жмем английскую B и выделяем вот по эту резку Перешифт можно если что-то не добрали тоже выбрать вот так вот вот такая ступенция ну и теперь Перешифт ctrl-z чуть-чуть ее выровняем так это delete фейсы ну и еще теперь ну и еще теперь delete фейсы так это это edge эджи вертексы во ну в принципе все хорошо теперь выбираем выбираем вот эту вот эту вершину вот эту и вот эту жмем F закрываем ее ну в принципе нормально если сейчас допустим выбрать английскую A и теперь ctrl-B то можно вот эти вот углы сгладить ну полигонаж будет сильный но будет или сделать shader smooth вот скорее лучше его сделать пусть пока такая повисит так теперь включаем второй этаж и первый получились вот такие ступеньки немножко их перекрутим и немножко их растянем вот так вот и подгоним к зданию и немножко поднимем или даже сплю с ним красивее будет смотреться когда больше ступенек опустим ну а здесь попробуем уже то же самое только с полигоном и и английская теперь можно немножко вот G сюда отвести жмем E щелчок и поднимаем еще одну ступеньку ну где-то такая штукенция так единица на нампаде ну вот так вот выбираем теперь опять же через шифт полигоны и корректируем уже высоту ступени ну вот вот такие ступеньки получаются их конечно можно еще транспозом наверное можно вот так вот чуть-чуть вытянуть так ctrl z а вот так вот еще по округле сделать может симпатичнее так будет так что тут еще чуть-чуть подкрутить если отклонились ну а теперь нужно так это а можно до обработки я думаю их трогать пока не надо тут еще перила какие-нибудь можно пустить ну давайте добавим две колонны так одна колонна будет у нас значит вот здесь стоять так на какой ступеньке вот на этой на нижней значит нужно ее немножко вытянуть shift а shift alt выделяем этот вот регион полигонов и попробуем немножко их вытянуть так вперед так и транспозом можно чуть-чуть еще сделать вот так пошире нормально так вот это будет хорошо ну а теперь добавляем колонны две колонны по-простому без выкружки я в прошлых роликах показывал как можно выкручивать вот этой вот штукенцией называется спин выкручивать базы выкручивать вазы и так далее есть ролики ссылки кину в описании так заходим в object mode select box и добавляем shift а добавляем mesh добавляем цилиндр опять же давайте с ним поработаем так опять его вытягиваем вот сюда подгоняем делаем английскую s уменьшаем вытягиваем вот сюда вот сюда вот так его подставляем единица на нампаде выводим устанавливаем транспозом сплюснем вот где-то до такой части семерка на нампаде смотрим чтобы база нормально уместилась на вот так вот на ступеньке и немножко ее наверное куда-нибудь вот сюда поставим да по входу вот с этой штуки сейчас будем делать базу опять же таким же способом выбираем полигоны верхнюю часть делаем и вытягиваем теперь делаем е мог вытягиваем делаем немножко s вот так уводим ну чтобы прикольная база была теперь делаем опять же и уменьшаем теперь е экстрадируем делаем теперь возможно s и поднимаем теперь е щелчок выводим вперед делаем s с вот можно сразу с этой части сделать колонну не добавлять цилиндр чтобы цельная была так единица на нампаде жмем е щелчок уменьшаем и вытягиваем колонну где-то ну вот сюда вот так ну а теперь надо ее сделать потолще добавляем луп и добавляем этот луп теперь выбираем shift alt вот эти лупы и делаем s вот так что-то получается вот так ну прикольная такая колонна вот этот теперь луп верхний shift alt выбираем и можно чуть-чуть его ну возможно вниз как-то спустим чтобы она вот здесь только была дутая в центре ну еще немножко s надуваем ну ничего прикольно так ну а теперь изнаночная сторона идем наоборот выбираем полигон делаем е щелчок вытягиваем делаем s теперь делаем е щелчок вытягиваем делаем е щелчок вытягиваем делаем всему этому с е е щелчок вытягиваем е щелчок вытягиваем и делаем вот этой всей части так вот этой вот выбираем shift alt верхнюю часть и делаем и с вот так вот ну а теперь опять же е или даже так ctrl z выбираем и уменьшаем и уменьшаем делаем е щелчок поднимаем до конца вот так тогда ну а тут лупами уже можно порезать вот так вот здесь вот так ну а здесь вот так вот еще наверно один луп добавить вот так его делаем с вот этот луп делаем с с смотрим что получилось и вот эту всю базу вот эту всю базу увеличиваем это прозрачность выделяем вот до сих пор и делаем с вот так транспозом можно как-то ее сплюснуть и с еще раз стянуть еще раз плюс вот так вот смотрим ну ничего прикольная такая база получилась единственное что задние полигоны плохо выбрались ctrl z ctrl z надо добавить так вот это вот снять выделение надо так единица нам английская би рентген би и вот так тогда выбираем вот теперь делаем до конца с транспоз и вот так ее как-то сплю с ним все база готова колонна колонна есть выбираем теперь вот эту колонну единица на нампаде английская а так английская а щелчок и перетягиваем ее вот сюда смотрим что да как так и чуть-чуть уведем вперед ctrl i ну и с этой поступим точно так же чуть-чуть уведем вперед вот сюда заходим так object mode выбираем цилиндр и пишем колонны чтобы не путаться ну а теперь нужно вот этот парапет вот этот первый этаж зайти в edit mode найти так ребра выбираем ребра вот это ребро и через shift вот это ребро так не это сбрасываем выделение вот это ребро и вот это теперь делаем s так это все не интересно ctrl z тогда выберем полигон вот этот с помощью моф его вытягиваем вот так и делаем ему s вот так и немножко для того чтобы вода спускалась стекала чуть-чуть под наклоном здесь здесь потом можно еще count сделать выпустить всякие части так единица на нампаде и немножко его так вот подкорректировать так по времени добавить добавить надо наверное балюстраду еще вот сюда ну для завершения ролика заходим в object mode выбираем теперь колонны крышу колонн можно отключить землю отключить вот это что за цилиндр это ступеньки так ступени enter ступени можно отключить второй этаж отключить оставляем только первый и теперь shift а добавляем меш опять добавляем цилиндр ну все делаем по простому с примитивом можно конечно я же повторюсь вот так это значит заходим в edit mode и вот этой функцией спин вершиной нарисовать балюстраду эту балясину и вытянуть ее просто по кругу так транспозом все это дело уменьшаем простую сделаем наверное балюстраду балясину пардонте с уменьшаем теперь выбираем полигоны верхний полигон делаем опять же и включаем move делаем е вот так делаем сразу с ну еще е щелчок вытягиваем вытягиваем делаем с и делаем опять е щелчок вытягиваем и делаем с вот такая простенькая заготовка так теперь единица единица на нам паде и теперь делаем е вытягиваем вот такая где-то высота будет балясины вот такая и вот эту часть делаем с можно его конечно сделать посложнее это опять же начинаем резать вот так и выбираем делаем с теперь добавляем какую-нибудь детальку вот эту часть можно тоже порезать и округлить допустим вот так look cut тянем до конца делаем еще один и делаем с теперь выбираем вот этот делаем ему с наоборот раздуваем и теперь выбираем и потихоньку корректируем где-то делаем тоньше где-то вытягиваем вот можно теперь сделать здесь вот округление вот вот так вот еще и делаем еще раз с чуть-чуть надуваем где-то с помощью мофт перетягиваем вот так вот кверху еще с надуваем а здесь можно прибрать чуть-чуть ну опять же еще усложняем делаем вот так здесь делаем еще одну такую штуку и эту тоже делаем так ctrl z делаем s вот так выбираем теперь еще верхнюю эту часть и вот это все можно приподнять как-то вот в таком духе ну а здесь опять же е щелчок делаем s так как-нибудь чуть-чуть приподнимаем так ctrl z ctrl z выбираем опять же полигоны теперь делаем s здесь делаем e опять же е щелчок опять же е щелчок вытягиваем ну а здесь уже можно можно как-то вот вот такая будет балюстрада и вот эту шайбу делаем делаем вот так полигон выбираем делаем s как-то ее надуваем вот так опять же е щелчок мок вытягиваем ну такая пускай будет здесь побольше здесь поменьше как основа форма конечно не ахти но пойдет смотреться думаю будет теперь делаем object mode называем это все дело балясина enter уменьшаем s поднимаем кверху второй этаж включаем для ориентира ну в принципе нормально так заходим в edit mode выделяем ее а и делаем x и limited discount так что тут получается а вот здесь на ней что то она плоховато работает ну ничего так делаем s единица на нампаде shift d щелчок shift d щелчок опять же устанавливаем shift d так эту вот сюда ctrl и так единица на нампаде надо их тут установить опять же вставим рентген английская b вот это все дело выделяем а вставим а 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 так семерка на нампаде делаем shift d щелчок щелчок перетягиваем подгоняем щелчок перетягиваем подгоняем shift d перетягиваем подгоняем так теперь жмем тройка на нампаде select box выбираем рентген английская b выбираем вот эти вот три штуки жмем shift d щелчок правой кнопкой мыши и сделаем зеркалку если получится так а вот что то я мира здесь не вижу так переключимся в этот вид вот вот тем не будем заморачиваться семерка на нампаде и не будем перетягиваем вот сюда подставляем и транспозом просто перекрутим вот так и подгоним вот такая получилась балюстрада ну давайте наверхши теперь сделаем вот этой вот балюстраде shift a находим план находим куб мов вытягиваем куб выносим его вот сюда теперь уплотняем вытягиваем уменьшаем делаем с чуть-чуть пошире и чуть-чуть подлиннее вот так вот так чуть-чуть поменьше побольше на будет сейчас уменьшать будем ну а теперь вот такая вот штука edit mode добавляем лупы один луп сюда нажимаем так ctrl z ctrl z пардонте edit mode выбираем теперь ну вот это ребро ну вот это ребро наверно или полигон лучше выбрать вот так и сделать его s вот так вот ну как-то в таком духе теперь делаем луп кат вот так и вот так ну еще вот так вот снизу смотрим выбираем полигон делаем ему s так ctrl z сделаем его вот так вот чуть плюснем таким вот образом выбираем теперь вот эти полигоны так вот этот полигон отключим вот эту отключим и вот эту тройка на нампаде транспозом немножко все это дело вот так вот уведем сделаем английскую и и немножко еще сплю с ним вот так как-то ну а здесь добавим теперь ребро вот так вот и вот это вот верхнее ребро выберем тройка на нампаде и сделаем мов приподнимем его вот так вот так чуть-чуть вот такая получилась штукенция ну все больше не буду добавлять внешний вид будет нормальный вроде можно еще больше здесь добавить углубление порезки и так далее ну вот это вот можно чуть чуть пониже так так что теперь делаем а делаем мы вот такую штуку так смотрим она в принципе идентична выбираем полигоны сначала делаем а делаем shift д дублируем семерка на нампаде кранк с позом все это дело перекручиваем вот так вот так ctrl z и подгоняем вот к этому к этой части вот так как то так немножко сплю с ним делаем вот так делаем делаем теперь shift д щелчок перекручиваем ее таким вот образом и отводим вот сюда ну а теперь бить выбираем вот эту часть так ctrl z через рентген и выбираем вот эту часть подгоняем ее вот сюда делаем делаем вот такую вот штуку и вставляем ее как то вот здесь вот ну а теперь нужно как то попробовать все это дело состыковать можно соединить конечно а потом все это дело развернуть ну давайте вот эти ребра выберем и попробуем их чуть-чуть подвести сюда так ctrl z ctrl z выбираем полигоны и удаляем вот эти все полигоны delete faces faces ну а теперь ребра и опять же shift alt region ребер и тут тоже так же и попробуем что получится бридж навести мосты так ну а теперь попробуем это все дело немножко перекрутить во ну вроде что-то состыковалось ну ничего так пойдет и тут тоже самое сделаем так Продолжение следует... Так, здесь, наверное, вот этот вот регион выберем и немножко отведем вот так. О, а теперь вот можно выбрать этот регион. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот здесь можно потом состыковать уже с парапетом с этим... Так, выбираем второй этаж... Edit Mode... Полигон... Мофт... Чуть-чуть вытягиваем... Ну вот так вот по примитиву... Конечно, ну вид, ничего так... Вариант еще нужно вот с этой прикладиной доработать, как ее сделать лучше... Опять же, делаю все вот первый раз... Вот так все это дело здесь выглядит... Продолжение следует...